Более шести тысяч работ в этом году прислали журналисты со всей страны на всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Сегодня наградили лауреатов. В числе победителей и мои коллеги Юлия Важенина и Ольга Пырочкина. Конкурсы народного фронта крупнейшие в России как по географии участников, так и по количеству присланных материалов. Его эксперты с помощью журналистов привлекают общественное внимание к таким недопустимым явлениям, как коррупция, неэффективное использование бюджетных средств, неисполнение майских указов президента. Все те работы, которые вы готовили, направляли на этот конкурс, они так или иначе затрагивали, безусловно, в первую очередь, проблемы, которые интересовали наши граждане, но и в то же время они коррелировались с вопросами, которые непосредственно обозначил для руководства нашей страны, для правительства нашей страны, для, соответственно, глав регионов, субъектов Владимир Владимирович Путин по своему непосредственно майскому указу. Каждый год итоги конкурса подводятся на медиафоруме ОНФ, на который съезжаются журналисты со всей страны. Но этот год стал исключением, все из-за пандемии. Лауреатов наградили в своих регионах. Сразу два журналиста, национальной телерадиокомпании «Чуваши» в числе победителей. Эксперты оценили сюжеты Юлии Важениной на тему экологии. Ольга Пырочкина освещала проблемы, связанные с ремонтом дорог. Кстати, журналисты из Чувашии побеждали во всех конкурсах. Так что прерывать победную серию республика не планирует.